Учительница 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 В календаре написано масло. Это для монастырских плачевцев. Рыбочку нельзя. Воскресенье побеждаем? Да, сегодня пост, но пост не строгий. Разрешается пища с постным маслом по уставу, потому что воскресный день. До вечерней звезды? До звезды это народное. По уставу после совершения вечерней. Но видите, это все службы. Это монастырские уставы. Там они служили утреннюю. Там перерыв несколько часов. Потом там следующая служба начинается. Там 3, 6, 9. Все это разделялось. Но у нас, можно сказать, приходские храмы. Мы не можем так разделять, чтобы закончилась там вечерняя. На 3-4 часа там ушли, потом согревали утреннюю. Опять утреннюю закончилась. Там первый час отдельно. Мы не можем так. Поэтому у нас соединили мы. Соединяется служба и вечерняя к этому. Вечером будет по вечернюю. А по вечернюю надо бы где-то уже, там может быть, часов в десять служить. А утреннюю, когда уже солнце, когда светать начинается, утреннюю должна быть. Утром. Ну, кто вы? Сможете так прийти? Нет. А что, если попробовать? Если можете, кто? Пожалуйста. Это не запрещается, что вы до звезды можете посвятить. В этом нет ничего. Но это не уставное, скажем. А как народное благочестивое такое обычае. Вот и все. Но сегодня воскресенье. Поэтому пища разрешается, значит, в уставе написано, вино и илей. Вот так вот. Поэтому не спорьте. С благодарностью вкушайте. Да. Четыре часа вечером. Все? Да, я все сказал. Ну ладно, все так все. В Иордане? Песня. 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 еще что то у нас остался не присмотренным без помощи нуждающиеся у меня мама путешествует она вот сейчас подъезжает городу в 12 часов первом часу подъедут они красноярск все уехали обратно и отвечает пытались ну вот вообще это уже тревожно же многие пытались позвонить ему и не не отвечает его телефоны как-то молитесь у сергия арабе сергия братья нашим он поехал к сапа собачьим делам все руки у кого слова есть братья можно я скажу установление божьих какое какого больше спрашивают вот есть две даты за нарушение которых смертная казнь я говорю про закон моисеев в субботу человек собирал дрова какие-то там хворост его взяли продержали до утра и потом убили закон гласил в субботу этого нельзя делать огонь не разводить в ресторанах в израиле ни один ресторан не разводит огонь даже плитку нельзя включать его объявил кнесет бойкоты под откос но одновременно и восьмой день ребенок должен быть обрезан суббота ничего не значит кроме того что он бог почил отдел своих и дал человек учтить субботу ничего за ней больше нету субботство есть это вечный покой а обрезание прообразно указывала на крещение и господь говорит нарушают священники субботу ради обрезания восьмой то день женщине ты не прикажешь когда родить она бывает родить первый день или в авто за в пятницу а восьмой день получается суббота об субботу надо обрезание делать надо воду греть надо дрова рубить и священники были невиновны это единственное место где это заповедь смертное нарушение побеждает то у нас как-то рассуждение никакого нет заповеди значит разница есть в заповедях вот пример это уже новозаветние кто устанавливал теперь уже не разберешь в каком веке но не евангельское устроение но мы православное если день благовещение попадает великом посту она бывает иногда в день пасхи такие ли у пасха называется то рыба разрешается по уставу и больше ничего не говорится но вот иногда но попадает на страстной неделе по большому уставу определенно до четверга разрешается только растительное масло рыба уже ушла уплыла почему страдание христово страстная неделя но после четверга никакой роли благовещение не играет на желудок вообще никак не отражается как постелись так и поститесь почему рассудили правильно благовещение это разовое событие она только память а воскресение христово страдание его ежедневно и мы так и прославляем и крестное знамение благовещение здесь нет а есть страдание иисуса христа я говорю на сегодняшний день сегодня попало так что канун крещения сегодня 18 января завтра крещение будет и вот спрашивает а как же сегодня воскресенье и одновременно сочельник сочельник это но не никакой и не даты нет никакой просто так установили за ним ничего нету как бы подготовка к тому чтобы встретить более напряженно освободиться чего-то но разрешается растительное масло пост не строгий но попадает воскресенье воскресенье пост запрещен воскресенье пост запрещен круглогодично 2000 лет почему радость радость победа над дьяволом победа над грехом и вдруг сегодня сочельник попадает и пост на какой роли никакой не играет но однако вот как говорит батюшка так и делайте но для себя знаете что это позже грубо выразиться выдумка монашеская никакой роли сочельник сегодня не играет столь великое торжественное событие произошло христос воскрес из мертвых почему церкви в пятницу вечером начинается субботнее время потому что у евреев на 6 часов разница не не поясная как у нас с москвой там на 3 часа а именно в 6 часов еще солнце высоко в евреев начинается новый день значит мы не кланяемся чтим субботу и воскресенье а воскресенье 6 вечера уже можно делать земные поклоны то есть церковь четко выделила субботы воскресенье а сочельник вообще он кажется них селу не городу сегодня вообще никакой роли не играет совершенно как будто его и нету настолько торжественный день поэтому тут уже сами рассудите как для меня например это ясно как ясный божий день а оговорки никакой не сделано постный день а куда воскресенье деле воскресенье земные поклоны не делаются ради торжества воскресенье христов но вот вносит чашу и кланяемся что церковь установила потому что сейчас воскресенье для нас только мы в духе а это реально присутствует тело господне поэтому земной поклоны одно другое побеждает везде видите даже в праздновании в посте нужно понимать иногда сталкивается два события какой из них важнее я сказал все а теперь думайте спасибо христос во славу божию еще есть слово значит немножко по-другому будет в этот раз крещение происходить здесь в барнауле в епархии знаменском монастыре будут утреннее служение там видать будет архиерей и оттуда пойдет крестный ход чтобы не загромождать как сказали ну это там выступил как раз этот сергий который очень внимательно вас слушал когда мы были в епархии такой маленький невысокий с усиками он оказывается сейчас секретарь пресс-секретарь у них вот выступал по телевидению два дня назад так что он то лучше всех знает и он видать с чувством значимости рассказал как все будет чтобы не загромождать ленинский со знаменского быстренько говорит прям на короточке будет раз пробежали и горит в двенадцать первом часу горит уже будет у нас там проходить водоосвещение на обе на обе значит лед крепкий людей на работу по многу запускать то есть пойдет дело быстро но мы как всегда идем благовествовать потому что людей будет много в основном люди как вот вопросы задают корреспондент что она один и тот же вопрос каждый ну как вот попадает иногда посмотреть мне вот новости вечерние барнаульские то и она всегда спрашивает одно и то же ну а как действительно ли очищение от грехов происходит когда человек купается или что ну и вот войтович александр вчера выступал и этот сергий тоже протеереем тоже все они рассказывали об этом как происходит что по вере вашей да будет вам приходите все воды всем хватит только не толкаетесь ведь не шумите ничего такого не не ругайтесь и воду подчерпайте и все будет у вас хорошо так но мы идем не за этим это тоже разовый акт все эти подчерпания воды и ордан это для нас сделано облегчение большое проповеди люди собираются отовсюду со всех щелей вылазят и из переулков из улицы идут все к иордану кроме шуток не надо ни по переулкам никуда ходить только на иордан приходите там все будут и полукалеки и самые здоровые и респектабельные все подъедут туда очень то все загромождено у нас очень много евангелий оденем на себя вот майки у нас есть такие в евангелиях каждый дом чтобы все знали и там там это очень сильно приветствуется как-то но я не знаю почему но православные прощают все в этот день потому что вода видать бесплатно получает чего-то много и вкусно им что ли не знаю и они прям говоришь им правду матку режешь как говорится по писанию и даже никто тебя не пошлет как бы ты на своем месте там находишься так что приходите безбоязненно туда вот прям вот плотках если можно беседовать там люди идут нет не спеша потому что знает что там большая очередь они даже иногда возвращаются чтобы поговорить туда вниз когда идут кроме шуток честно вам говорю не верите правда правда они знают что очередь огромнейшая завтра мы пройдемся по очереди будем спрашивать народ беседовать ну и естественно раздавать наши визитки и предлагать евангелие людям для того чтобы они про узнали как правильно веровать и чтобы спасти душу ну все лови его слава как будто а вот воем да не кричающийся теле господи троеческое и весел поклонение родители бога святитель стож и тебе Возлюбленный в Отец Сына именуя, И дух в виде голубини, Известовавшись в слове все утверждения, Явленься, Христе Божий, И мир просвещай, слава Тебе. Господь и Бог наш, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас и на эту вечернюю службу, даруй Господи, всем собраться в молитве к Тебе, Господи, и отцу припасть, о земле нашей российской, как близко к границам уже полыхает пламя ненависти и злобы к верным Твоим, Господи. Мы знаем, почему сатана все это устраивает, и от Тебя, Господи, это испытание нам. Даруй, Господи, чтобы молитва наша была такая же пламенная, еще пламеннее, чтобы мы побеждали злобу сатанинскую, чтобы любовь победила все, и чтобы это все было сделано не залитием крови, а растворением все, слезами смирения и кротости перед словами Твоими святыми. Помоги многомилостью, Господи, чтобы каждый услышал сердцем своим и осознал разумом, и руки бы его отказались от убийств. Помоги, Господи, и в этой земле украинской, где такая ненависть бушует необыкновенная. Даруй, Господи, людям осознать, отойти от этого поражения ересью. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. За занятия. Вода вот здесь. За занятия будем проводить? Да. Спасибо. Продолжение следует...